Спасибо. Марс прекрасен. Палеонтология считает, что если сейчас жизни там нет, то она точно была, так что все хорошо. Я представляю кафедру палеонтологии, единственную в нашей стране. Последняя осталась. Все, все остальные закрыли, но мы еще держимся. А также Центр популярной геологии геологического факультета МГУ, который был создан для того, чтобы мы несли свет геологии в массы. Ну и для начала просто определение, что такое палеонтология. Это биологическая наука, изучающая органический мир геологического прошлого. То есть, да, биологическая наука, но как ископаемые находятся в каких-то геологических слоях, так и палеонтологи находятся на геологическом факультете, чтобы быть, так сказать, ближе к предмету своего изучения. Ну и определим, что же такое все-таки палеонтология. Многие люди, которые собирают ракушки, они считают себя палеонтологами. Это не так, но, в общем, ничего плохого в этом нет, если они так считают. Хуже, когда все остальные считают, что палеонтологи занимаются только тем, что они собирают ракушки. Потому что тогда, кажется, ну подумаешь, палеонтологи просто коллекционеры, и они ни зачем не нужны. Ну и сразу могу сказать, что палеонтологическая коллекция вот от таких простых ракушек, она отличается тем, что у каждого образца должна быть этикетка, в которой было бы написано, где он найден, кем, в каких слоях, ну и желательно, приблизительно, как его зовут. Тогда это уже будет ближе к палеонтологической коллекции. Ну а еще лучше, если эта коллекция будет доступна для всех палеонтологов. Это тоже не палеонтология. Очень часто палеонтологов путают с археологами. И археологи, и палеонтологи всегда злятся по этому поводу. Но не то, чтобы палеонтологи и археологи не любили друг друга, скорее наоборот, они друг к другу очень хорошо относятся. У них много каких-то общих интересов. Просто раздражает какая-то неграмотность людей. Археология занимается ископаемой цивилизацией, какими-то предметами культуры. Она изучает, вот как похоронен был вот этот человек, как там захоронена лошадка рядом с ним. А вот сколько лет прожила эта лошадка, какую травку она ела, это уже палеонтологи. Это уже палеонтология. И поэтому, конечно, много пересекающихся областей у палеонтологов и археологов. Но все-таки предметы изучения немного разные. Но если вдруг мы когда-нибудь найдем цивилизацию динозавров, то, конечно, это будет археология. Но только называться она, наверное, будет по-другому. И, соответственно, опять же, возникают ошибки об орудиях труда палеонтологов. Думают, что вот они так же, как археологи, аккуратненько кисточкой что-то расчищают, что они все время спрашивают, вот у вас там раскопки. Раскопки бывают у палеонтологов, но очень редко. Это связано, скажем, если вы нашли каких-то крупных млекопитающих или вы просто нашли какое-то очень ценное местонахождение, где много ископаемых. Тогда да, тогда будут раскопки. А в остальном, ну, работа палеонтолога совсем не похожа на раскопки. Лопата, конечно, да, это верный спутник палеонтолога, а в основном это геологический молоток, потому что породы, в которых находятся ископаемые, они древние и очень крепкие. И приходится разбивать их, чтобы добыть оттуда что-то. Опять же, объекты изучения палеонтологов часто не крупные, это не обязательно какие-то крупные позвоночные, а это могут быть совсем небольшие объекты или вообще микроскопические. И задача, как добыть из их, из этой твердой породы, поэтому вот используются самые разные химические реактивы, существует даже поговорка, зачем плевать на гранит науки, ой, зачем грызть гранит науки, надо на него поплевать, он растворится. В общем, в гранитах, конечно, ничего палеонтологического не встречается, но химические реактивы активно используются для дезинтеграции породы. Ну и также самые разные микроскопы. Тот микроскоп, который здесь нарисован, тоже используется, но довольно редко. Обычно используются микроскопы, которые показывают нам все в отраженном свете. Под этим микроскопом можно как-то манипулировать объектами и что-то с ними делать. Ну а также всякие электронные микроскопы, томографы и прочая всякая техника. Это, конечно, тоже орудие труда палеонтолога. Ну и вот, собственно, что изучает палеонтология во многих книжках и даже в интернете. Написано, что палеонтология делится на две части. Это палеозоология и палеоботаника. Но я бы не сказала, что это так. Направлений у палеонтологии очень много, и они пересекаются между собой. Конечно, изучаем и ископаемые растения, и ископаемых животных. Но, кроме того, есть и самые разные другие объекты. Ну, например, следы ползания ископаемых. Их тоже изучают палеонтологи. Современных биологов не так сильно волнуют следы ползания. А у палеонтологов бывает, что больше ничего не сохранилось. И по этим следам можно судить и о поведении животного, ну и о многом другом. Ископаемые бактерии изучают палеонтологи, как это ни странно. Долгое время считалось, что бактерия не может сохраниться в ископаемом состоянии. Но, тем не менее, они довольно быстро минерализуются, буквально часов за 30. То есть это почти мгновенно. И все, и она уже ископаемая, и ее можно изучать. Ну, один из самых крупных разделов палеонтологии — это микропалеонтология. Здесь вот показана радиолярия. Вообще микропалеонтология очень обширна и изучает очень много объектов, как самих микроскопических, так и их отдельных частей. Ну и, конечно, ископаемые споры пыльца, отдельные ископаемые молекулы. Молекулы органические палеонтологам нужны для того, чтобы искать жизнь в самых древних породах. Поэтому вот я могу сказать Андрею Юрьевичу, мы обязательно найдем. Да. И возраста, которые пока известны ископаемых, они несколько древнее, что вы говорили. То есть там 3,8 самые древние датировки. И как бы мы находим следы организмов в осадочных породах, в самых древнейших осадочных породах. А в неосадочных мы их найти не можем, потому что ископаемые организмы только в осадочных породах остаются. И там жизнь уже есть. Так что будем искать дальше. И, может быть, подтверждение найдем. Ищут отдельные органогенные молекулы в метеоритах, в том числе и в марсианских находят. То есть что-то прилетает. Они, конечно, это не то, что там некоторые боятся. Вот метеорит прилетел, вы его в руки не берите. Это страшно, это эпидемия. Все, вы заразитесь. На метеорите живой организм прилететь не может. От него ничего не останется. А вот ископаемые какие-то организмы и отдельные молекулы, которые находятся внутри этого метеорита, то есть уже мертвые, они прилететь могут. Их можно изучать. Ну и, конечно, ДНК в ископаемых. Ну, в не таких уж и древних ископаемых. Им там, ну, допустим, 50 тысяч лет всего. Но это же интересно посмотреть на ДНК мамонта. И, конечно, у нас есть надежда. Пока она малореальная, но надежда есть, что мы его, хотя бы мамонта, клонируем. С динозавром сложнее. Но мамонта мы будем стараться. По крайней мере, ископаемое растение одно оживить удалось. Там, правда, ДНК ничего не клонировали, ничего не делали, просто семечко нашли. Ему было всего 10 тысяч лет. Его прорастили, оно выросло, выросло растение. И оказалось, что оно уже сейчас вымерло. Его сейчас уже нет. А его вырастить и семечко удалось. Так что мы будем стараться. И работа палеонтолога заключается не только в том, чтобы найти всех ископаемых и их как-то коллекционировать, а в том, чтобы понять, что они ели, как они жили, о чем думали, о чем мечтали. И работа палеонтолога очень часто похожа на работу следователя. Но стоит только разницей, что, к счастью, преступники нам ничем не угрожают. Но, правда, гораздо сложнее. Потому что все, что следователи ищут, или криминалисты, это ведь было совсем недавно. А у нас уже прошли миллионы или миллиарды лет. Нам гораздо сложнее. Какими же методами основными пользуются палеонтологи, чтобы восстановить вот эту древнюю жизнь? Прежде всего, метод актуализма мы сравниваем с современностью. Ну, потому что больше-то особо не с чем сравнивать. Мы смотрим, что есть сейчас, какие есть организмы, какие у них есть отдельные части, как они ими пользуются, и как-то пытаемся сопоставить с древними организмами. Ну, хорошо, когда это сопоставляется, но часто это не сопоставляется, потому что не всегда то, что есть сейчас, было когда-то. И тогда уже нужно включать логику, которая в палеонтологии называется морфо-функциональный анализ. Ярким примером морфо-функционального анализа является красная шапочка. Она приходит к бабушке, которая должна быть, по идее, таким всеядным существом, адаптированным к поеданию довольно мягкой пищи. И что же она видит у бабушки? Она видит у нее большие ноги для того, чтобы догонять добычу. Она видит у нее большие зубы, клыки, чтобы как-то явно убивать эту добычу. Понятно, у красной шапочки несоответствие. Это же должен быть какой-то хищник, а не такая милая всеядная бабушка. То есть вот красная шапочка как раз проводит морфо-функциональный анализ. Единственное, здесь вот есть ошибка в сказке, потому что красная шапочка говорит, вот какие у тебя большие глаза. Это не так. Волки, они стайные охотники, им не обязательно иметь слишком большие глаза и хорошее зрение. А вот приматы, они должны прыгать с ветки на ветку. И если вы промахнетесь мимо ветки, то это будет фатально. Поэтому у предков бабушки должны были быть хорошие глаза и бинокулярное зрение. А вот у предков волка, если там акела промахнулся, ну ничего страшного, в следующий раз попадет. В общем-то, стая голодной не останется. Так что глаза у волка все-таки меньше, чем глаза бабушки должны быть. Ну и после вот этих всяких размышлений палеонтолог делает реконструкцию организма и его образа жизни. Часто палеонтологам говорят, что, ну, а сколько сохраняется-то всего в ископаемом состоянии? И получается, что всего где-то 1-2% от того, что жило когда-то. Как же мало? Как же мы можем на таком скудном материале восстанавливать органический мир прошлого? Но если вы знакомы с социологией, ну или если не знакомы, поищите в интернете, какими процентными соотношениями пользуются они для того, чтобы узнать ваше общественное мнение? Так вот, у них это меньше процента. То есть для того, чтобы узнать мнение всей страны, они опрашивают совсем немного людей. И тем не менее, их выводы считаются правильными. И некоторые даже там предлагают подать в суд, что вот если у социологов там после опроса получилось одно мнение, а люди за президента проголосовали по-другому, то вот люди, которых пришло на выборы 50% избирателей, вот они проголосовали не так, как сказали социологи, которые использовали выборку меньше 1%. Так что и социологи, опять же, опрашивают только по каким-то конкретным параметрам. Например, нравится ли вам мороженое, предпочитаете ли вы фисташковое или шоколадное, а палеонтолог, если находит ископаемое, он узнает от него все. Вот просто вот пока вот все не вытрясет из него, он не успокоится. То есть сразу много параметров. Опять же, не все ископаемые слишком важны. Ну, представьте себе подмосковный лес. Ну, там березы да елки, ну и если бы не было людей, там были бы волки и зайцы. А скажем, конечно, там есть какой-нибудь маленький клещик, маленький паучок, он важен для экосистемы, но для вашего формирования представления о подмосковном лесе он совершенно не обязателен. Так вот, в ископаемом состоянии вот эти организмы, которые являются основными для образования экосистемы, они сохраняются гораздо лучше, чем вот эти маленькие клещики и все остальные. И они могут сохраняться до 30% от того, что было когда-то. Но, в общем, поэтому представление очень большое мы получаем об ископаемом мире. Ну и зачем же нужна палеонтология? Некоторые говорят, что есть полезные ископаемые, там уголь, нефть, газ, руда. А есть бесполезные ископаемые, это палеонтология. Во-первых, палеонтологи в течение долгих-долгих своих трудов и изучения древнего мира, они восстановили последовательность событий, которые происходили на Земле, и создали геохронологическую шкалу. Возможно, вы слышали о всех этих периодах, ну хотя бы о юрском, может быть, вы слышали. Вот так примерно выглядит шкала. Шкала, здесь написано, что стратеграфическая шкала, это не ошибка, геохронология, это время, которое прошло, а стратеграфия, это те породы, которые образовались за это время. То есть мы, на самом деле, имеем ведь дело не с временем, а с тем, что получилось, то есть, собственно, со стратеграфической шкалой. И создана она была благодаря именно трудам палеонтологов. Конечно, существует изотопное датирование. И можно сказать, что вот геохронологическая шкала была создана еще в XIX веке, это давно, вот есть изотопное датирование, давайте все мерить в годах. Очень удобно. Но вот здесь пример для Девонского периода, и вы видите, что погрешность, ну а как же погрешность, есть ничего не сделаешь. В то же время на протяжении Девонского периода существовали такие замечательные животные конодонты. И их видовой состав менялся на протяжении всего периода. И можно выделить 46 отрезков времени в этом периоде, когда жили разные конодонты. Но это называется конодонтовыми зонами. Даже если мы не будем задумываться, сколько длилась каждая эта зона, они могли длиться одинаково, могли длиться разное время, это не важно. Но если мы просто разделим всю продолжительность, которую нам дает изотопное датирование на эти 46 зон, у нас получается продолжительность зоны 1,3 миллиона лет. А теперь сравните с погрешностью. Получается, что все-таки палеонтологический метод остается более точным. Изотопное датирование, конечно, очень важно. Оно нам прежде всего дает представление именно о продолжительности, о том, сколько это все длилось. Потому что шкала известна давно, и, честно говоря, без изотопного датирования палеонтологи думали, что Земля не такая древняя, как 4,5 миллиарда лет, думали, что гораздо меньше. А оказалось, что все это древнее. Ну и теперь вот такой вопрос. Вот просто поднимите руки. Кто знает, когда жил Иван Грозный, даты жизни? Я не спрашиваю, когда. Кто вот даты жизни помнит? Хорошо, 2 человека, 3 человека. Молодцы, это очень хорошо. Ну, я не спрашиваю, когда. Вот они здесь написаны. Но тем не менее, ведь, наверное, все знают, кто такой Иван Грозный. И знают, что было в то время, когда он жил. Знают, что Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал, окно в Европу не рубил. То есть примерно эпоху вы себе представляете, вне зависимости от того, что даты вы не помните. Но то же самое с Дмитрием Донским. Даты тоже наверняка не помните. Но что было, вы себе представляете во времена его правления. И вы себе также представляете, что с Мамаем, если он за руку и не здоровался, то, по крайней мере, где-то там вдали его, наверное, видел. И если бы захотел, мог там подойти, поговорить, если была такая необходимость, мало ли. Но если бы он захотел поговорить с Петром Первым, то ему бы это не удалось. То есть тоже вы себе все это представляете. Ну, а теперь делаем вывод. А нужны ли вообще года? Мы привыкли мерить жизнь какими-то событиями, а не годами. И то же самое в палеонтологии применяются вот эти вот периоды. Мы прекрасно себе представляем. То есть периоды разделены еще на более мелкие подразделения, у каждого мелкого подразделения есть свой условный царь, руководящий вид. Конечно, это не динозавры и мамонты. Как правило, это микрофасилии, поскольку в маленький узенький слой динозавр не поместится, а микрофасилий туда поместится очень много. И может оказаться, что в слое в несколько сантиметров у вас прошло очень много миллионов лет и сменилось очень много правящих династий. Что еще дает палеонтология, кроме датировок и кроме представления о времени? Восстановление среды и обстановок. Ну, конечно, возможно, может быть, когда-нибудь, когда изобретут машины времени. Да, это будет важно, и палеонтологи скажут, так, вот вы летите в это время, надо вам брать зонтик или нет. Но на данный момент времени это не важно, а важно полезные ископаемые. А полезные ископаемые, скажем, уголь предпочитает образовываться в теплом климате, ну и так далее. То есть в зависимости от палеообстановок образуются разные полезные ископаемые. И палеонтология может нам подсказать, какие они в данном месте были, эти палеообстановки. Палеогеография. Раньше, когда еще теория о движении литосферных плит не была общепризнанной, палеонтологи заметили, что вот здесь для Ордовикского периода нарисованы две области обитания канадонтов, которые никак не общались друг с другом. Вообще. То есть даже не плавали друг к другу в гости. И получалось, что, если мы представим себе это на современной карте, получалось, что вот канадонты из Европы и Северной Африки, они как-то дружили, а вот канадонты из Сибири, видимо, им приходилось плавать через Северный полюс в Северную Америку. А через Европу никак. Но если мы поставим континенты так, как это предусматривает теория литосферных плит, то как-то все становится понятным, что одни жили в теплом климате, а другие в более холодном. Надо сказать, что в палеогеографии палеонтология сыграла очень большую роль, потому что она подтверждала вот эти все теории о движении. Палеонтологи находили, скажем, где-нибудь в Заполярье коралловые рифы, которые никак не могли там расти при том положении континентов, которое есть сейчас. Ну и палеоклимат, опять же, нужен для поиска полезных ископаемых. Еще один важный фактор, который палеонтология указывает, это температура образования и дальнейшего изменения породы. Дело в том, что наши любимые нефть и газ, они не могут образовываться при комнатной температуре. Порода должна нагреться. И до какой температуры она нагрелась, говорят вот эти замечательные зубы, замечательных животных-конодонтов, которые при нагревании постепенно начинают темнеть, потом становятся совсем черными и, наконец, становятся белыми. Когда они стали белыми, это означает, что все органическое вещество в породе уже сгорело, и нефть искать бесполезно. Даже когда они черные, уже нефть искать бесполезно. И нефтяные геологи очень активно пользуются вот этим свойством палеонтологии. Ну и, конечно, древние организмы, они будоражат наше воображение. Когда их реконструируют, они оказываются такими, что даже мы и придумать не могли, что такое было. Поэтому всякие фильмы, мультфильмы и много-много всего. И дети прекрасно знают с детства динозавра так же хорошо, как зайца, волка и других животных. Кроме фильмов, конечно, они прочно вошли в культуру. И есть раскраски, марки, компьютерные игры, игрушки. И даже в гербах многих западноевропейских городов есть ископаемые. В основном, конечно, аммониты. Здесь трилобит, он просто так более монументально выглядит, чем аммониты. На гербах некоторых российских городов тоже есть ископаемые. Но это в основном связано с последними находками динозавров и других ископаемых позвоночных. Часто на улицах городов стали появляться малые архитектурные формы. Раньше это было только за границей. А сейчас у нас, в основном, правда, это как бы силами местных жителей, сделано из каких-нибудь отходов или чего-то типа того. Но, в общем, интересно смотрится. Можно фотографироваться рядом с динозавром. И, конечно же, есть музеи. И какой-нибудь музей, который имеет хороший скелет крупного динозавра, это сразу говорят не динозавр, это плезиозавр, он же может гордиться, что у него есть этот скелет. Это какой престиж для музея, для города или вообще для целой страны, что у них этот скелет есть. Ну вот я вам рассказала много применений. Здесь на картинке еще одно применение, как еще можно использовать ископаемые. Многие так и используют. А на самом деле, нужно ли вообще палеонтологии применение какое-то? Ну вот здесь мы видим современный пейзаж. Гуляют птички, уточки, голуби. Все замечательно. И мы видим его в объемном виде, в таком, как он есть. Палеонтология помогает вам увидеть это во времени. То есть как бы уже 4D получается. И вы, смотря на этих уточек, голубей, вы представляете себе уже вот такую картину прошлого или еще более древнюю картину прошлого. То есть вы уже представляете себе, как это было, как это развивалось и как развивались вы сами. Ну еще один лозунг палеонтологов, это «Глядя в прошлое, ты видишь будущее». Конечно, в прошлом было очень много всяких катастроф. И все больше исследований палеонтологов показывают, что связанные они и какие-то серьезные катаклизмы были связаны вовсе не с метеоритами или какими-то такими падениями. То есть эта биосфера переживала. А вот какие-то внутрибиосферные процессы оказывались более разрушительными для организмов. Поэтому, конечно, заостряют внимание на всех этих глобальных потеплениях, которых на самом деле нет. Да, и скорее глобальное похолодание нас ожидает, чем потепление, потому что климат все время колеблется. Но, тем не менее, проблема не в этом, а проблема в том, что, конечно, мы должны следить за тем, как мы влияем на окружающую среду. Хотя вряд ли на данном этапе это возможно. Пока, например, вот в моем родном Южном Чертаново люди выбрасывают мусор в окно, а не в мусоропровод, наверное, невозможно влиять на климат. Сначала нужно что-то делать с мозгами. Недавно появился вот такой лозунг в интернете. Все учителя географии, они рады ему. Без географии вы нигде. Но если перефразировать для палеонтологии, без палеонтологии вы никто и никогда. То есть вы не знаете ни своей истории, и вы не знаете время, в которое вы живете. Где можно вообще встретить палеонтологию, какие-то палеонтологические объекты? Ну, помимо самих себя, как продуктов эволюции, вы можете увидеть, например, в стенах древних храмов, древних фундаментов, которые строили из подмосковного известняка каменноубольного, довольно много ископаемых. Ну, вот здесь можно увидеть вот это вот коралл, вот это вот иголочки морских ежей, вот это брахеопода. Это такое древнее существо двустворчатое. А вообще весь вот этот матрикс, он состоит из одноклеточных фузулинит, таких маленьких раковинок. К сожалению, сейчас вот многие храмы реставрируют, поэтому их стараются отшлифовать, и тогда хуже видны эти ископаемые, как ни странно. А еще хуже, они пытаются их покрасить. Это, конечно, когда палеонтолог это видит, крашенные вот такие известняки, мрамор или еще что-то, это невыносимо. В московском метро очень много палеонтологии. Есть сайт, вот здесь он написан, палеометро, там это классифицировано по станциям, по ископаемым. К сожалению, автор сайта, да, он сначала был палеонтологом-любителем, и вот он создавал этот прекрасный сайт. А потом он подумал, почему я любитель, я лучше стану профессионалом, и он стал палеонтологом. Теперь он работает в геологическом институте, занимается аммонитами, но вот сайтом он занимается довольно мало. Обновлений я там вижу не так много, но, тем не менее, та база, которая там есть, она очень хороша. Но это самое знаменитое, наверное, ископаемое находится на переходе между библиотекой имени Ленина и Боровицкой. Может быть, вы видели, это улитки. Многие будущие палеонтологи впервые решали, что они станут палеонтологом именно в песочнице. В наших песочницах, в песке бывает зарыто много ископаемых. Также будьте внимательны к строительной щебенке, тоже замечательное место, где можно найти все, что угодно. Последние пять лет газоны Москвы стали неисчерпаемым источником для любителей палеонтологии. Дело в том, что вместо чернозема коммунальные службы сыпят юрскую глину. Да не то, что дешевле. Я так понимаю, что вообще бесплатно. То есть чернозем-то он дорогой, не знаю, куда они девают деньги, а это можно просто с отвалов подмосковных карьеров привезти и высыпать. Цвет черный. И здесь, честно говоря, я не знаю, это как расценивать, как экономическое вредительство или полное вообще невежество. Думаю, что, скорее всего, и то, и другое здесь вместе. И находят очень много всего. Вот здесь показаны белемниты, аммониты. Вот одна двустворочка лежит. Есть также брахиоподы и даже находили позвонки рептилий. Так что будьте внимательны, пожалуйста, к черным газонам, особенно если свежее что-то высыпали. Ищите. Трава все равно там расти не будет. Будет. Растает отлично. Да? Да. Уже ничего не видно, уже невозможно травой. Хорошо, просто собрали до того, как она выросла. Насколько я знаю, собирают довольно быстро. В палеонтологической среде сразу объявляется о том, что вот высыпали там-то и там-то, и все, и уже тут же пасутся. И там ближе, скажем, две недели, и все, уже ничего нет. Я знаю. Соответственно, если вы будете что-то строить на даче, тоже будьте внимательны, можете что-нибудь откопать. Ну и если вы где-нибудь еще видите меловые доски, где-то они еще есть, то вы можете там наблюдать каколитофорид. Это микроскопические водоросли. Отдельные кусочки – это первые микроны размер. Соответственно, из них состоит пищемел, и это нано-палеонтология. Еще до того, как это слово «нано» стало модным, в палеонтологии оно уже было. Можно встретить оживающих ископаемых. Но в почве это не так спортивно, лучше поискать в торфе. Торф же – это уже ископаемые растения, можно сказать, разрушившиеся. И там можно найти раковинных амеб. И если их размочить, то несмотря на то, что прошла тысячи лет, она, если очень захочет, может ожить, поползти, и все у нее будет хорошо. Так что вот такие есть ископаемые. Есть такое понятие «живые ископаемые». Как правило, вот эта картинка, что какая-нибудь араукария, утконос, рыба латимерия. То есть организмы, которые мало изменились за последние сотни миллионов лет. Здесь же птичка гаоцин, птенцы которой имеют коготки на крылышках, поэтому ее сравнивают с археоптериксом, к которому она не имеет никакого отношения и никаких родственных связей. Это просто, видимо, такое сходство, возникшее от того, что ее птенцам удобнее лазить по деревьям с коготками. Вот и все. То есть она вовсе не живое ископаемое. Но эти все представители живут не у нас, а где-то далеко в теплых краях. А нам же хочется, чтобы что-то у нас было живое ископаемое. Прежде всего, это самые древние. Ну, одни из самых древних организмов цианобактерии. Они живут везде. Они живут в воде, в почве, в горячих источниках. Их можно кипятить, их можно замораживать. Ничего, они оживут, все будет хорошо. Возможно, они уже от нас с помощью солнечного ветра прилетели на Марс. Ничего удивительного в этом не будет. Они очень хорошо выживают. И так-то вы их просто не увидите, потому что их очень немного. И всякие другие организмы вам хорошо видны, а они не видны. А вот если вы найдете, скажем, отстойник от какого-нибудь завода или там прочее какое-нибудь другое загрязнение, и там вы увидите что-то такое сине-зеленое или ярко-красное, фиолетовое, бордовое. Вот это, скорее всего, цианобактерии. И несмотря на то, что вроде бы они микроскопические, они образуют довольно объемные пленки колониальные, их можно спокойно взять в руки, принести себе домой, завести дома домашнего любимца. Его нужно всего лишь раз в полгода доливать ему воды, и он счастлив. И он будет вам производить кислород даже. Реликты палеозойской эры. В Подмосковье встречаются травянистые хвощи и плауны. Когда-то в палеозое они были огромными деревьями до 40 метров. То есть вот здесь, на территории Москвы, такие тоже произрастали. Сейчас это только травы, и осталось всего лишь несколько родов. Реликты мезозоя. Вот когда такое кому-нибудь приползает на дачу, начинается паника. Начинают звать журналистов, говорить, что вот у меня на даче завелись трилобиты, панцирные рыбы или что-то еще. На самом деле это ракообразные, зовут их щитни. Ну, выглядят действительно устрашающе. Просто они очень быстро растут. Если их яйца случайно прилетели к вам, и там была благоприятная лужа, они очень быстро там начинают из личинок вырастать до вот такого размера. Очень мирные существа, ничего опасного в них нет. В Триасовом периоде жили точно такие же, и внешне они с тех пор не менялись. Но дело не в том, что их эволюция не шла. Скорее всего, у них эволюционировали те самые яйца, которые выдерживают то же самое неблагоприятное условие и способны перемещаться по ветру в новые места обитания. Ну и, наконец, реликты ледникового периода. К сожалению, у нас в Подмосковье их остается все меньше и меньше в связи с пожарами, которые у нас регулярно происходят по разным причинам. Когда-то сюда приходил ледник. Но так получалось, что он лежал не везде, не сплошным покровом. Где-то оставались маленькие кусочки, где ледника не было. И там что-то должно было расти. И фактически там была тундра, такая же, как сейчас, в более северных районах. А в этой тундре росли брусника, голубика, россянка, морожка, ну и многие другие такие растения. Ледник ушел, а эти биоценозы остались. И кое-где в Подмосковье они еще встречаются. Но брусника и голубика обладают более широким ареалом распространения, поэтому не обязательно прямо на этих местах они будут. А вот если вы нашли в Подмосковье россянку или морожку, то тогда точно это как раз остались еще с того времени, когда тут лежал ледник. Ну и, наконец, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ